Мусульманская ума России должна способствовать возрождению забытых традиций. Таким был ключевой тезис, прошедший в Доме Дружбы международной научно-практической богословской конференции. Об актуальных проблемах мусульман и методах их решения в материале Заура Адильгиреева. Работа конференции началась с выступления Рамазана Джафарова. Он подчеркнул значимость проведения богословских конференций в таком поликонфессиональном регионе, как Дагестан. В республике Дагестан столетия мирно жили и живут представители различных национальностей, говорящие на разных языках. С разной культурой и исповедующие разные религии. Хочу отметить, что и религиозными организациями Республики Дагестан проводится большая работа в виде проповедей и просветительских бесед в мечетях, городов и районах, которые направлены на просвещение в вопросах религии, профилактику асоциальных явлений, на духовно-нравственное оздоровление и совершенствование нашего общества. События террористической направленности негативно сказываются на жизни обычных мусульман, исповедующих традиционный ислам. Возрождение тех самых традиций является основной задачей исламской умы. Мудрость, скопившаяся в веках, не должна быть запятнана шайкой бандитов, промышляющих в корыстных целях. Это и было не раз подчеркнуто исламскими богословами, пребывающими в Республике и учеными Дагестана. Когда чуждие для нас, российских мусульман, салафитские, ваххабитские идеологи начали внедрять в мозги молодого поколения через интернет, ресурс, СМИ и так далее. Нам всем известны эти течения в Хизбу Тахрир, братья мусульмане и другие. Поэтому стало необходимым изучение и возрождение традиционного наследия российских богословов, ученых, улемов. А их достаточно много. Сегодня нашей основной политикой для борьбы с этим злом должна стать открытость. Мы должны вести непрерывную работу с верующими и светскими людьми, молодежью, чтобы донести до них истинные ценности традиционных религий. Богословы в рамках пленарного заседания выделили главные направления работы, поднимали ключевые проблемы мусульман России. Конечно, не стоит забывать о традиционную суфийскую специфику для мусульман всей страны. История Татарстана, Башкирии и Дагестана насчитывает сотни великих ученых, оставивших после себя бесценное наследие в виде исламских знаний. Лишь благо нрава и познание Бога делает мусульманина безопасным для общества, принесающим благо и пользу окружающим. Хороший нрав должен украшать его и его религию наследелем, которым он представляет себя в обществе. Следующая ступень конференции – это секции, в рамках которых будут обсуждать актуальные темы, касающиеся мусульман всей России. Заурадель Гиреев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.